Всем привет! У меня последние сборы перед вылетом в Россию. Только что ко мне приехал курьер и принес со склада набор продуктов из нашего магазина, которые я собираюсь взять с собой. Итак, что же я беру из Таиланда с собой и зачем я это делаю? Прошлый раз, когда я летала в Россию, я сделала ошибку, я не делала с собой зубные щетки. Ну, как-то вылетело мне из головы, а когда прилетела, думаю, ну, сейчас пойду в магазин, куплю себе щетку, какие вообще проблемы? Но, когда я зашла в магазин, я увидела такую же щетку. Вот я очищу зубы щетками колги, это с углем бамбука. У них очень такая тонкая щетина, которая везде проходит. Вот, и я увидела эти щетки, думаю, о, ура, моя щетка, как хорошо! Но, купив эту щетку, я не смогла в итоге чистить ее зубы. Она такой была впечатление, как будто я очищу зубы наждачкой, то есть я привыкла к достаточно мягкому воздействию на десна щеток. И при этом, чтобы хорошо очищали налет зубов. А вот в России я смогла купить только щетку, которая мне подошла за 500 рублей. Вот, теперь я ушла от своей ошибки, вот я с собой беру щетки. Я беру с собой пластырь. На травах это как первая помощь, он полетит со мной в рюкзаке, как аптечка. Вот мама попросила у меня кокосовых сливок для Том-Яма. Так как у меня лимит веса небольшой, всего 20 кг, я беру не жидкость, я беру сухие. Когда есть больше, я беру, конечно, жидкие сливки. Вот я с собой беру мылку в мочалке, мне очень нравится это мыло. Она очень клевая, она натуральная, после нее очень приятно пахнет кожа. И мочалочка очень здорово, как скраб это все убирает. Вот я с собой беру на всякий случай клетчатку, потому что при смене питания у меня иногда начинаются проблемы с пищеварением. Поэтому я предпочитаю брать с собой немножко клетчатки на всякий случай. Также вот я беру как аптечка с собой в самолет, я возьму маленький тестер черного бальзама и жидкий бальзам с агарвуд. То есть если там вдруг кто-то ударится, упадет в дороге и так далее, это вот черный бальзам. И более мягкий, это для дочки или для себя, как ароматерапия. Это на основе агарвуда маленький жидкий бальзамчик. Также с собой беру средства от комаров, это святое. Я с собой беру для дочки шифлеру на всякий случай, если она простуется, начнет кашлять. Для себя я беру цизальпению, потому что во время критических дней у меня иногда начинает болеть голова. И когда вот у меня на гормональном фоне начинает болеть голова, мне помогает только цизальпения. Ну, наверное, на всякий случай за пару дней до цикла начну петь, чтобы продуктивно провести время. Я с собой беру зубную пасту в небольшом объеме, чтобы она не занимала много места. Но вот этого флакончика, его хватает в целом больше, чем на месяц мне. То есть у него очень маленький расход. Вот я уже привыкла к этой пасте, и другими я уже чистить просто не хочу. Беру с собой новый DD крем, мне он очень понравился. Правда, я взяла сейчас для себя чуть потемнее, 23 тонн, 21 для меня слишком светлый. Но сейчас тоже, наверное, выложу в продажу, чтобы было 2 тона. Если успею, сделаю фоточку, если нет, то уже буду из дома делать. Вот, я беру с собой магний. Давно я его не пила, сделала перерыв, я думаю, что надо возвращаться, еще раз пропью. Беру с собой антистюритный крем. Я сейчас активно худею, и я хочу попробовать этот крем, посмотреть, как он подтягивает все. Хотя в целом процесс проходит довольно плавно. Но интересно затестировать новинку нашего магазина. Здесь я не успела это сделать, поэтому беру с собой. Еще перед отъездом успею сделать распаковочку этого товара, чтобы показать, что у него внутри. Вот, я беру с собой солнцезащитный крем. Потому что я лечу в Новороссийск. В Новороссийске у нас очень такое активное солнце. Вот, и я уже привыкла к тайским солнцезащитным кремикам. Поэтому беру его с собой. На подарки я взяла мыло в форме манго. Также вот на подарки я уже отправила посылку, чтобы не вести с собой маленькие такие бальзамчики разных видов. Также вот я беру нюхательную смесь травяную. Это на тот случай, если я простужусь. Также с собой беру фаталайджон, он уже упакован. Тоже на всякий случай. Средство от пищевых отравлений натуральное, травяное. Средство для заживления ран. Дезодорант натуральный с вытяжкой из красных водорослей. Крем очень удобный тоже. Мне что-то вот стики не очень идут, мне не очень нравится им пользоваться. От каменных дезодорантов у меня идёт раздражение, непереносимость. Почему-то это бывает у маленького процента людей. Ну вот я вошла в этот процент. Причём вот в этот дезодорант также входят квасцы, но при этом там есть другие ингредиенты, которые смягчают эффект. И в итоге у меня нет раздражения. Вот. Также я беру на всякий случай настойку Пусейма. Беру с собой крем от всяких кожных высыпаний. Тоже хочу протестировать. Его прям так здесь раскручивают, рекламируют. Там некоторые называют его вообще король кожи. Но возьмём, попробуем. Морской коллаген. Также вот мыло у меня уже упаковано в комплект. Ну это уход за кожей. Тоже на случай простуды я беру с собой Амлу сушёной плоды. Потому что знаю, что в России точно я это нигде достать не смогу. Ещё забыла, надо будет завтра съездить на склад взять при отлётом ещё Матума. Потому что Матума тоже очень хорошо идёт вместе со мной. Также вот я взяла лук Тайбай, средство для восстановления печени. Я вообще не люблю спиртное, но при смене пищи у меня могут начаться проблемы с печенью. Поэтому я решила предусмотрительно взять себе заранее капсулы, чтобы если вдруг моя печь начнём бунтовать на смену питания, я её успокоила. Вот. Ну, скаточка. Это уход для лица. И губная помада. Вот. Её я планирую пользоваться во время полёта себе и дочке. У меня я обычно пользуюсь травяной от Каокео Тюляпу. Но у неё слишком такой выраженный ядрёный вкус. И моя дочка, я боюсь, что забунтует. Потенциально для неё я взяла бальзам для губ на основе масла чёрного риса. Вот. Вот так вот выглядит мой заказ со склада, который я взяла специально перед вылетом в Россию. Постараюсь ещё, надеюсь, что успею ещё сделать распаковочку. Вот. Так что лёгкой мне дороги. Всех обнимаю. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.